Погано идти где я, друзья? Не, конечно. Конечно! В общем, умерщили заехать в квартиру, и я выбираю вам преследовательную. Покажу вам, с чего я беру. Just Include и Love. Если честно, на Love вообще как-то внимание не обращала, но решила примерить. Я знала, как бы вы сюда бежали. Просто голубом по Европам. Я бы говорила, мы по-любому сегодня ничего не купим, потому что закрывается через 30 минут, зная политику кортье, скорее всего нам скажут экскюзи, у нас очередь. Вставайте в очередь, завтра к обеду, может быть, вы будете у нас. А нет? Мы наконец-то добрались до Пальмы. Время ветер, жара подспала. С покупками идем теперь гулять. Очень красиво. Так, ну а теперь немножко отмечания. Запомните этот приятный момент. Потом сделаю распаковку, все покажу вам. Пока не могу себя отказать. Здесь вот в таких кальмарах. И еще у меня Себас. Точнее, тартар Себаса. Ну вот, все. Ну а теперь любимый коктейль. Ладно, в общем, этот коктейль просто держать не стоит. Форм Стар. Здесь он просто идеальный. Я отмечу все заведения. Это лучшее заведение. Больше никуда не хочешь ходить. Осень. Прекрасное время, чтобы обновить свой уход и гардероб. Не знаю, как вы, а я обожаю сильный шопинг. А особенно приятно, когда можно купить все, что хочется, и оплатить большую часть заказа потом. Сервис с долями нам с вами в помощь. Ведь с ним мы можем оплатить лишь 25% от покупки сначала, а остальную сумму равными долями после. Сервис включает в себя более полутора тысяч магазинов-партнеров. И этот список постоянно пополняется. А сегодня я покажу свою корзину золотого яблока, а также несколько образов на осень от брендов 12 Stories и Ушатава. В золотом яблоке, к примеру, я решила взять своих любимчиков. Тут и маска для волос, и лосьон для тела, и классная пенка для умывания. В 12 Stories, кстати, я обожаю пуховики, поэтому на эту осень и зиму беру себе вот такой зеленый, а также не смогла пройти мимо их обуви. Ну что, я уже оформила свои заказы и жду все эти новинки. Сервис абсолютно бесплатный, и покупки с долями – это легко. Вы можете совершать покупки частями в онлайн и офлайн магазинах, без комиссии переплаты, без кредитного договора и проверки кредитной истории. Работает это очень просто. Сформируйте корзину в любом магазине. Выберите способ оплаты долями. Введите номер телефона и оплатите первую часть. Оплачивать можно картами любых банков. Оставшиеся три доли спишутся автоматически с шагом в две недели. Кликайте по ссылке в описании и наслаждайтесь выгодным шопингом с долями. Так, ну что, доброе утро, как говорится. Хочу прогуляться с вами, во-первых, до пляжа. Пока, ну, уже не рассвет, конечно, но все равно еще. На улицах никого, на пляже никого. Держики все свободные. Я проснулась сегодня, естественно, пораньше, чтобы пойти побегать. Хотя, вы знаете, я в этот раз в отпуске решила не насиловать себя. Хотя я, в принципе, никогда этого не делала. Но все равно я оставила себе будильники, чтобы бегать. Оттуда я сказала себе, вот во сколько я проснусь, если получится побегать, то побегаю. Потому что, конечно, если я встану в девять, то я уже не побегаю, потому что здесь будет сумасшедшая жара. Поэтому бегать я стараюсь только ранним утром, пока солнце еще низко. И здесь у нас стоит без будильника в 7, в 7.30, в 7.20, примерно так. Чувствую себя прекрасно, ложусь в 10 вечера, просто засыпаю за 2 секунды. Вчера с мужем, когда мы отмечали нашу покупку, мне, мы сидели в одном из наших самых любимых заведений, и говорили, как классно, что они работают всего до 11. Вот это наш график. Никаких тусовок, размеренная жизнь. Все спокойно, высыпаешься. В общем, этот отель, который я вам показывала год назад, мы снова в нем. Но в этот раз он нас очень разочаровал, скажу вам честно. Здесь ужаснейший интернет. Здесь какие-то, знаете, мелочи, типа Wi-Fi отваливается. Потом что, лифт может сломаться. Лежаки какие-то уже старые. Ты думаешь, блин, ребят, вы типа вроде 5 звезд, и сутки у вас на 100 евро стоят. Но они сказали, что в следующем году у них реноваться, поэтому они все исправят. В общем, смотрите, вот такая вот дорожка. Вот получается отель, собственно. Здесь есть хороший бассейн, достаточно много лежаков. В отеле, кстати, проживает не сильно много людей, по сравнению с тем, что было в предыдущем отеле, здесь просто никого. И дальше идет такая дорожка на пляж. Сейчас я в кроссовках туда зайду. Здесь, на самом деле, очень приятная атмосфера для того, чтобы приходить сюда прямо на рассвете. Рассвет, кстати, на Майорке где-то в 7. Я один раз проснула в 6.30 и подумала, сейчас пойду встречу рассвет. Еще темно было, еще солнце не встало. Вот. И пляж Плая-де-Мура. Он длинный, где-то, наверное, километров 5. В одну сторону, в другую сторону. Можно гулять по пляжу. Песочек относительно белый. Нечистейший, конечно. Потому что сейчас очень много туристов, и все-таки, видимо, не успевают прибирать. И вот в этом году, видите, что приплыло. В прошлом такого не было. И вода здесь не суперчистая. Если сравнивать с предыдущим нашим местом пребывания, то там просто лучшая вода. Вот для нас лучший морской отдых в Европе, это, наверное, Кипр. Потому что там непередаваемое какое море. Просто красивое, чистое, синее, голубое, зеленое. И вот здесь те же самые краски, но не везде. Но, в принципе, морем здесь я очень довольна. Оно теплое и такое, знаете, освежающее. Не парное молоко. Вот. Ну все. На море посмотрели. Солнышко поздоровались. И теперь можно побегать. Бегаю я по городской местности. По пляжу бегать не могу. Я не знаю, как люди бегают по пляжу. Честно, у меня все болит сразу же. Вот. Поэтому пойдемте. Покажу вам свою пробежку. Хотела, кстати, рассказать вам немножко про свои ощущения касательно спорта в отпуске. Потому что, когда я делюсь этим ежедневно в своих сториз, если, кстати, вы не подписаны на мои другие социальные сети, то это больше упущения. Обязательно подписывайтесь. Многие мне пишут, Елена, у вас такое чувство самодисциплины. Как вы себя заставляете даже в отпуске, несмотря на такую расслабленную атмосферу, заниматься спортом. И я хотела сказать, что это реально та привычка у меня, которая уже доверяется до такого автоматизма, что я даже не задумываюсь о том, что, ой, завтра, наверное, пойду в зал. Или побегаю. Нет. То есть я просыпаюсь без будильника. Кстати, я в отпуске встаю сейчас. Я решила, что в этом отпуске я не буду доверять себе будильники. Вот как встану, так встану. Встану в 9, окей. Встану в 7, отлично. Но я должна высыпаться, потому что в повседневной жизни я себе такого позволить не могу. И вставать без будильника себе тоже позволить не могу. Поэтому здесь это вот такое табу у меня. Никаких будильников. Просыпаюсь, одеваюсь и иду. И это мне всегда приносит удовольствие. Мне всегда это приносит огромное количество энергии. И сегодня, например, на пляже, когда я лежала 2 часа, я уже просто все больше лежать не могу. Я начала сейчас слушать новую аудиокнигу «Атомные привычки». И прошла по пляжу, мне кажется, пару километров туда-обратно, слушая просто книгу. И вы знаете, вот эта активность, которую я уже полюбила, и которая у меня является какой-то банальной, это все всегда идет с желанием изнутри и при этом неосознанно. Поэтому если вы понимаете, что в отпуске, например, спорт-то не ваш, значит, просто пока не время. Значит, просто пока что нужно постепенно ко всему приходить, не нужно себя насиловать и особенно в отпуске делать что-то через силу. У меня просто действительно такой формат мне очень полюбился. Я помню, мы ездили на Кипр, и там я бегала каждое утро. Днем я занималась в зале, потому что там была дикая жара, и сон спек, я уходила в зал под кондиционеры. И я помню, я тогда вернулась в отпуск еще в лучшей форме, чем я ехала в отпуск. Хотя многие всегда боятся отпусков, боятся вот этого вот состояния, потому что ты себе все позволяешь, ну в чем себя не ограничиваешь, но и как бы активности соответствующей у тебя тоже нету. Поэтому важно придерживаться вот этого баланса. А у меня такой роскошный вид из окна. Море на Майорке, это, конечно, просто посмотрите, какой цвет. Даже просто стоять на балконе, смотреть на это, глаза отдыхают. Вот эти пихтовые деревья, я их здесь просто обожаю. Ну я это вам уже тысячу раз говорила, но не могу. Ну в общем, сейчас пришло время, наверное, распаковки, которую я там сильно ждала, потому что вчера вечером, когда мы это все приобретали, я вам же сказала, что мы буквально бежали просто в этот картье, потому что сидели ужинали, время было шесть, мне муж говорит, поехали в Пальму. Нам до Пальмы ехать час. Я такая, ну поехали. Думаю, зайду-ка я за паспортом. Вдруг все-таки решим зайти в бутик, что-то купим, нужен паспорт. Взяла паспорт и такая думаю, да не, мы сегодня точно ничего не купим, мы пока приедем, припаркуемся, бутики до восьми, ничего не успеем, потому что, как правило, в этих люксовых магазинах всегда нужно отстоять очередь. Все это очень долго, неторопливо, поэтому... Хотя мы просто поверим. Забегаем в этот макартье, значит, потому что мы бежали в гору, время всем с чем-то, жара стоит неимоверная, все мокрые. Я смотрю, народу нет. Смотрю, сидит мужчина, одинокий. Я говорю, мужчина, я очень хочу примерить Джастин Клоу. Изначально я шла за этим браслетом. Не знала, какой я хочу точно, с бриллиантами либо без, тонкий либо потолще. Думаю, померяю, пойму, какой нравится, и тогда уже определюсь. Все, меряю один, вроде нравится. Муж смотрит, говорит, ну что-то не знаю. В этот момент наш консультант, понимаешь, не русский, говорит, можно по-русски. И начинает с нами разговаривать, общаться, говорит, знаете, вот вам так хорошо этот тоненький браслет без бриллиантов, он так изящно смёртся на вашей руке, но вы знаете, есть очень красивое сочетание с тоненьким браслетом Love. У нас многие клиенты носит именно в этой комбинации, их вам потом легко будет сочетать их другим браслетом. Я такая, а на Love я вообще не смотрела, я как-то даже не думала о нём. Муж такой, несите. Я смотрю на мужа, думаю, я к такому не была готова. Ну и в итоге, когда я примерила, я, конечно же, влюбилась, моё сердце растаяло. Я смотрю на этого консультанта Владимира и говорю, спасибо тебе за то, что ты сегодня был здесь. И, конечно же, как говорится, не ушли мы без покупок. Покупки было две, поэтому коробки тоже две, и сейчас у нас будет распаковка. Ну что, начнём с коробочки поменьше. Ой, такой приятный момент, волнительный. Ну что, сразу вторую распакуем или сначала откроем первую? Давай вторую распакуем. Не, ладно, давай первую откроем. Итак, ну что, открываем первую коробочку. Опа! Божечки-кошечки! Так, ну что, первый браслет Лав распакован. Теперь мы его закрываем в коробку, ставим сюда и открываем вторую коробку. Печати. Или как это называется? Бумага такая тяжёлая, прям приятно. Итак, ну что, опа! 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 А вот и Джастин Клоу! Ну, в общем, мужская любящая рука, как и, собственно, подобается, надела мне этот браслет. И теперь вот такая красота. Ну что, мне кажется, это очень красиво. Там просто не могу. И так, и так, и так. Ну всё, ладно. Пойду любоваться. Итак, друзья, в общем, сегодня мы наконец-то решили выехать из нашего отеля и поехать на Фарментор. Мы здесь уже были год назад. Одна из самых вообще красивых точек в Майорке. Наверное, мне кажется, самая красивая, если говорить именно про такие, знаете, горные местности. Дорога сюда, скажу честно, опасная, сложная. У меня сначала была мысля сесть за руль и поехать сюда. Но, слава богу, как говорится, я этого не сделала и за рулем еле пушь, потому что я сейчас покажу дорогу. В общем, если вы не особо уверенный водитель и не чувствуете габаритов машины, лучше не экспериментировать и довериться профессионалам. Так. Значит, здесь вот еще не так страшно, потому что справа деревья, кустики какие-то, дорога очень узкая и с одной стороны она огорожена вот либо таким деревянным загорчиком, а с другой стороны потом начинаются скалы и периодически эта дорога становится все уже и уже и разъезжаться вот с машинами становится достаточно страшно. Приезжать сюда, конечно, лучше либо рано утром, либо вечером, потому что очень жарко. продолжаем. Ну что, продолжаем. Поднимаемся выше. Может, сейчас выше поедем, да? Нет. Ладно, в общем, да, смотрите, видите, скалы, повороты резкие. так что будьте аккуратнее. Ну, очень красиво. Тут, конечно, неимоверная, неимоверная природа. мы сейчас после фарментора. кстати, на пик мы не смогли доехать, точнее, до следующей точки, потому что сейчас въезд временно закрыт. Мы приехали в Поленцию, в порт. Здесь безумно красиво. Еще в прошлый раз, когда мы здесь были, я влюбилась в этот маленький городочек, в этот маленький порт. И сегодня вечером мы решили здесь прогуляться. Я вам сейчас покажу эту атмосферу. Здесь она такая расслабленная, умиротворяющая, вдохновляющая. В общем, посмотрите. Идем в дом, выбираем. Какой будем брать? Почитаем. Планируем. Смотри, как красиво здесь. Мне кажется, это безумно красиво. Вот про это я сказала. Смотри, какой дом. Так, здесь, конечно, пудра. В общем, в Поленции очень круто, что есть вот такая набережная. Получается, здесь идет дорога, сразу же пляж и набережная, где можно и что делать с утра? Конечно же, бегать. Пляж тут, как вы видите, песочный. Много различных лодок. Уже никто не купается, потому что, ребят, пол восьмого. Но, как видите, еще очень тепло. Я, кстати, спустя неделю наконец-таки почувствовала вот это, знаете, внутреннее расслабление, когда ты перестаешь нервничать по мелочам, по которым ты заводился, например, в обычных буднях. И, наконец-таки, ты начинаешь воспринимать информацию абсолютно иначе. Так что, да, неделька, и ты уже другой человек. Я, кстати, сегодня выкладывала сторис, сказала, так мне нравится сейчас ходить без макияжа. Если первые дни, то, конечно же, каждый день, знаете, вечером хотелось подкрашиваться. То сейчас уже даже вечером я смотрю и думаю, загорелось, синячков нет, и так можно отправиться на ужин. Не каждый день, конечно, но иногда хочется максимального расслабления. Мне дико нравится то, что на Майорке, помимо пальм, прямо на пляже стоят вот такие вот пихтовые деревья. Я уже говорила, что когда они нагреваются, стоит такой, знаете, приятный аромат. И в сочетании, на самом деле, с морским воздухом очень круто. После 20-х чисел сентября здесь вообще никого не было. Просто пустые заведения. Мне кажется, даже столиков уже не было на улице. Только вот с левой стороны, возле входа. Сейчас в каждом заведении полная посадка. По этой улице просто толпа туристов. И вообще, в принципе, мне кажется, по ленцу надо рассмотреть как хороший вариант. Если мы еще раз решим вернуться на мою руку в третий раз, здесь прямо очень уютно. Вроде как и спокойно, в то же время очень тяжело, но в таком, в хорошем смысле. Мое любимое занятие это реально разглядывать чужие дома, заглядывать в окна, смотреть, как живут местные, как у них там все устроено. и представлять при этом, какой бы я ремонт сделала в том или ином доме. Поэтому мой, кстати, средний темп на пробежке сейчас снизился, потому что пока я бегу, во-первых, я бегу по новой для себя местности, а это всегда немножко сложнее. во-вторых, я реально разглядываю все эти виллы, домики, заглядываю в окна и думаю, вау, как красиво. А здесь бы я сделала так, а здесь бы я посадила бы такой цветок, а здесь бы такое бы дерево было. Не знаю. Я думаю, что я не одна такая странная. Называется идеальная пенсия. Сидишь, наслаждаешься. Hello, друзья! Ну что, у нас осталось пару дней на Майорке и поздно мы вылетаем в Барселону. Сегодня понедельник. Мы решили наконец-таки полноценно отправиться в Пальму. Потому что в прошлый раз, когда мы там были, мы были там буквально в двух магазинах, и был вечер, и с этим пакетом после покупок мы уже не хотели гулять по городу, поэтому мало что успели посмотреть. А сегодня решили выбраться и поедем через красивую дорогу через север острова. Хочу вам показать свой лук. У меня с собой две сумки. Одна вот такая. Слушайте, причем с этой сумкой вообще смешная история. Это Zara. Я ее покупала, мне кажется, три или четыре года назад на распродаже перед, по-моему, поездкой на Бали. И я ее вот возила с собой один раз в отпуске, вообще потом забыла про нее. А тут, когда я паковала чемодан, уже в последний момент, я думаю, что у меня там лежит? Вспомнила про ту сумку, подумала, возьму, на пляж буду ходить. И в итоге она так классно вписывается во вселетние образы, что я каждый день с ней. Но также я взяла маленькую сумку в селин, потому что она тоже мега удобная. Я просто положу ее, скорее всего, в большую сумку и уже посмотрю, с какой я захочу погулять по городу. Далее. Давайте пока поставим. На мне рубашка Линаи. Я вам ее показывала, кстати, в примерке, когда собирали вместе с вами чемодан во влоге. Это бренд Мире. Я ее, к сожалению, только сейчас увидела, что я ее испачкала тоном в прошлый раз, когда надевала, но она безумно красивая. Прямо белоснежно-белая. У нее такой, знаете, приятный, знаете, как будто шелковый лен. Дальше майка от бренда Дюмо. Это тоже российский бренд. Ремень Селин. Шорты. Я купила их в Массимо Дуте в Ереване. Здесь очень классный акцентный карман из кожи. И на мне биркинштоки. Наверное, вам их не видно, но это самая удобная обувь. Для того, чтобы пройти много, я выбираю комфорт, как говорится. Вот. Поэтому беру вас сегодня в наш еще один прекрасный день в отпуске. И надеюсь, что сегодня нас ждет с вами много красивых видов и море ярких впечатлений. Прохожу сейчас зал, в котором сегодня занималась. Кстати, в прошлый раз, когда мы ездили в Пальму, забегали в карте, я потом еще забежала в Ойше. Купила себе, боже, самую свою любимую форму, одежду для спорта, потому что в Ойше, как по мне, самые классные посадки, стильные, яркие модели, цвета. Короче, занимаюсь спортом и просто получаю удовольствие. Давай зайдем только в магазинчик, сейчас еще не купим холодненького, а то уже жарко. Вот. Здесь такое количество различных вкусных холодных напитков. Но вы знаете, что я покупаю только воду с газом или без. И иногда, когда я понимаю, что засыпаю, а мне хочется взбодриться, я пью колу. Вот так. Теперь, как говорится, до всех самых красивых локаций нужно ножками походить еще. собираемся вот в такой местности, поэтому сюда только в удобной обуви. Опа. Ну что? О, вот она. Вот эта дорога. Так, друзья, еще раз, пожалуйста, зум. Если вы не поняли, насколько здесь крутые дороги, то вот, посмотрите поближе. и вот здесь. Просто нереально, конечно, красиво. Зашли в кафешку, которая здесь единственная на этой дороге находится. Взяли какую-то местную булку, два американо и банан. Сейчас будем отдыхать и после едем в Пальму. Я иногда думаю, что ничего красивее я уже не увижу. Но надеюсь, что, конечно, увижу, но это просто как может быть так? Создано природой, чтобы была вот такая бухта, вот такие горы, такая зелень и такого цвета вода. Я в шоке. Наша маленькая машинка. Посмотрите, как это красиво смотрится. Но учитывайте, что вот эта дорога колобра-рот, по-моему, она называется. Она, конечно, сложная и долгая. То есть час наверх, потом еще пока что вы там кофе попьете, отдохнете, потом вниз, еще пробки бывают, еще бывает, автобусы надо пропускать, и это, конечно, полдня можно вычеркивать. Но посмотрите, как красиво. Это того стоит. Конечно же, да. ну вы готовы, как говорится. Посмотрите. Оливочки, пожалуйста, растут. Ну, в общем, пляж здесь гаричный. Кстати, пляжи в Испании снимать опасно. Я надеюсь, что никого в голову в кадре сейчас нет. Вот, но мне кажется, прикольно здесь взять вот такой катамаранчик, лодку моторную и отплыть, чтобы полюбоваться этими видами со стороны. Первым делом в Пальме есть. Есть в Такобеле. В общем, Такобел мы первый раз попробовали на Кипре. Это мексиканская сеть фастхуда. Здесь безумно раз, годик точно можно. Рекомендую. Или называется Купили Кортье и теперь выживаем. Приятного аппетита. Любимые начесы, кисадилия, борьто. Приятного аппетита. Моя оценка Такобелу. Ну, где-то, наверное, 6 из 10. Ну, окей, 7, 6-7 из 10. Твои так же. Так же. Мы просто были дико голодные, уставшие после этой дороги. И я решила поискать заведение Стако. Потому что в прошлом году мы здесь были и ели безумно вкусные Тако. Я когда начала вводить в Google Maps слово так, у меня сразу вспомнила на Кипре и подумала, почему бы и нет. много, жирно и на один раз нормально. А сейчас мы хотим прогулять в Купальме, но сейчас сиеста это значит, что плюс 35. И, конечно, большинство мест сейчас закрыто. Поэтому мы в поисках просто тенька и любуемся домами, архитектурой, заглядываем опять во все окошечки, дворики, в Испании везде вот эти вот ставни деревянные, ну, собственно, кстати, в Италии также, во всей южной части. Я сегодня в самой удобной обуви, я уже показывала, в Биркенштоке. У меня в этом году они бежевые, очень классно сочетаются с загаром и со всеми моими аутфитами. В такую жару сливочное мороженое тяжело как-то естся, но чего-то холодненького хотелось. Там был арбузный сорбет, дыня и малина. Я взяла малина. Мне кажется, одна из самых ярких достопримечательностей в Пальме это Кафедральный собор. Мы вот сейчас как раз вышли к нему и здесь, смотрите, рядом есть такой сад в виде лабиринта. Очень красиво. Не знаю, обожаю рассматривать архитектуру, хотя уже говорила, что раньше как-то не особо это не привлекало. Сейчас прям хожу и постоянно открываю рот и так как красиво. Пожалуйста, вид на... Как это называется зона, где корабли? Я задумала. Порт. Порт, точно. Вид на порт. Лайнер, смотрите, какой прибыл. Они тут каждый день, кстати. Вот такая вот пальма и вот такой собор. Так, уважаемые подписчики, нужно выбрать шляпку на распродаже в H&M. Подходит к моему цвету глаз. Следующий вариант. Подходит по цветам майорки. Так, эта шляпка стоит 6,99. Такая, кстати, более человая. На пляж подходит, да? Под полотенцей. Но она у меня маленькая. Голова слишком умная. Последний вариант. Так, стоимость этой шляпки 9,99. Самый дорогой вот. Блин, она классная, да? Ну что, голосуем за беленькую? Спешите в комментариях. Слушайте, очень стильно форменный чендем. Видите, в каком-то историческом здании здесь вот такие потолки, фасады. Я вообще сначала подумала, что это какой-то люкс и чендем. Ну, когда зашла, поняла, что здесь обычные коллекции расположены. По-моему, лов это золотой крабик и упаковка резинок для волос. Сейчас посмотрим вот в этом отделе что-нибудь и на выход. У нас сегодня последний утро в Майорке, поэтому я встала сегодня в 7 и будильником, чтобы не просыпать рассветом. Здесь ровно в 7 начинается. Ну, естественно, в 7 мы не вышли из номера, но хотя бы еще раз насладиться безлюдным пляжем, этим прекрасным видом, этим прекрасным рассветом. И надо побежать собирать чехму дан. как выглядит наш отель, когда здесь никого нет и рассвет. Вот эта дорожечка от отеля сразу же на пляж. Пляжи на Майорке все общественные, поэтому из любого отеля вы спокойно можете пройти на тот или иной пляж, который вам нравится. сок кстати холодный еще. ну все, мы уже в аэропорту, сдали только что нашу машину, все очень быстро, брали, если что, машину, в рекорд вы сдаете и получаете прямо в аэропорту. То есть никуда бегать потом не надо. И надеюсь, что мы сейчас нормально зайдем багаж, потому что у меня с этими европейскими лоук-остерами всегда мне страшно. Так что хочется очень кофе, сесть, немножечко пачи, линси. Ну все, Майорка, пока-пока. Я очень надеюсь, что мы вернемся. Барселона. Итак, ну что, отмечаем наш приезд. Что у нас главное, чтобы все открылось хорошо. Тикс. Быстро и уверенно. А теперь отправляемся на прогулку по Барселоне, друзья. Ну что, встречаем таких вот жирных чайчик. Возвращаемся в посоведение, в котором мы очень часто ужинали в прошлом году. Называется Бриза. Сохраняйте. Мы такие голодные, что пришли в то время, когда здесь вообще никого. Вот здесь прекрасные начисы, которые я просто обожаю. в том, что я проснулась, и я бегу. Ну что, 7 километров, это просто какой-то помидор, ну а что, друзья, это спорт. Заканчиваю свою пробежку на площадке Каталонии. После пробежки был очень вкусный завтрак, у нас в отеле в этот раз нам с ними повезло, я вам чуть позже покажу и рум-тур, у нас тут немножечко уже бардак, поэтому после уборки сделаю. Обзорчик номера. А сейчас пока сделаю обзор своего образа. Сандалия Селин, юбка 12 Stories. Купила вот такую футболку в Бершке, когда была в Казахстане, по-моему, еще в мае, и подумала, почему мне ее не завязать вот таким образом. Дальше сумка, волосы убрала, потому что очень жарко, и пойдемте гулять по Барселоне. Ну что, мы наконец-то вышли и отправляемся на прогулку. Сегодня здесь 34 градуса, поэтому мы стараемся идти от тени в тени, от кондиционера в кондиционеру. Сейчас мы находимся на центральной улице, Шампле, вроде я правильно ее назвала, где очень все масштабно, красиво, знаете, вот прямо так по-царски я бы сказала. Эти безумно красивые деревья в Испании, в Барселоне именно. Хотели сегодня попасть в Саграду Фамилию, но поздно вспохватились, решили купить билеты день в день. Естественно, уже никаких билетов на сегодня не было, завтра они не работают, а послезавтра, по-моему, мы уезжаем. Вот, поэтому были там в прошлом году, но хотели еще раз прогуляться, посмотреть, там очень красиво. Ну а пока гуляем по этой центральной улице. У кого-то был небольшой шоппинг, у меня пока никакого шоппинга не было, поэтому идем на поиски. Смотрите, какой красивый Фэнди здесь. Пожалуйста, Эрмес, Версачи, на той стороне Прада, Тортье, Луи Виттон. В общем, начинаются вот эти все бутики на этой улице, и все они здесь рассредоточены. Так, мне кажется, что я нашла то, что хотела. Смотрите, как она красивая. И цвет удачный, и то, что здесь фурнитура золотая, мне это очень нравится. Вот они такие разненькие еще есть, видите. Черная или серая. Тут, конечно, цвет вообще не передается, на самом деле она такая более интересная живая. Так, здесь я набираю очки. Такие вот тут Кристиан Диор. Ничего, вроде такие, да? Симпатичные. Итак, друзья, ну что, давайте сделаем unpacking, потому что сегодняшний день мы решили посвятить небольшому шоппингу. В часы, когда максимально жарко, на улице находиться очень сложно, мы решили провести это время в магазинах. В общем, начнем, наверное, с этого пакетика. Это моя первая покупка, кстати, в бренде Balenciaga. У меня до этого как-то, не то чтобы не складывались отношения с брендом, но мне многое, что нравилось, но как-то не покупалось, так скажем. А в этот раз я целенаправленно шла за этой сумкой. Мне она очень понравилась еще на сайте, когда я ее увидела. И поэтому... Сейчас звук. Добавила микрофон, чтобы звук точно был хороший. В общем, мне очень нравилась эта сумка на сайте. И поэтому, зайдя в бутик, я сразу попросила принести мне именно ее. Потому что ее не было в зале, она была только лишь в черном цвете. В черном цвете, с золотой тем более фурнитурой. У меня уже очень много сумок. И, как вы знаете, эта ниша у меня уже закрыта. И мне хотелось что-то удобное, комфортное, что можно носить на каждый день. С чем можно выйти на мероприятие. И с чем будет удобно летать даже в самолете. Так как, вы знаете, я часто летаю. И мне кажется, эта модель действительно идеальная. Ну что, открываем ее. Как говорится, gorgeous. Посмотрите, какая она красивая. Какой у нее классный цвет. На самом деле, видео вообще не передает этот красивый, глубокий, такой сложный серый оттенок. Она такая, знаете, серая, с примесью как будто бы фиолетового. И на солнце, и при разном вообще освещении она смотрится очень красиво. Здесь идет вот такая вот достаточно массивная цепочка. Но, честно скажу, что сумка безумно легкая. То есть, я планирую носить именно вот таким образом. Классический лого Боленсяги. Но при этом, мне кажется, что она не очень кричащая. И она мне очень напомнила мою сумку от Yves Saint Laurent в форме Ники. Точнее, в модели Ники. Это была, кстати, моя первая, одна из первых таких брендовых сумок. И мне казалось, она безумно удобная и также универсальная. И вот эта сумка, мне кажется, что действительно очень на нее похожа. В общем, здесь есть отдел на молнии, большой карман и еще пару отделений. Она очень вместительная. Эта модель представлена еще в таком более маленьком формате. И, по-моему, есть еще больше. Но я не уверена, что она уже есть в этом цвете, в других размерах. И поэтому эта малышка будет у меня звездой осеннего сезона. Итак, ну что, что откроем дальше? Дальше давайте откроем пакетик Диор. Но я бы хотела снять это, конечно, еще в Инстаграм, но ладно. Итак, в общем, убираем всю бумагу. Ой, здесь так красиво. Нет, давайте я сначала это сниму в Инстаграм. А потом уже покажу все, потому что я потом так это не замотаю обратно. И у нас есть еще пакетик от Louis Vuitton. В общем, здесь у нас в коробке есть еще одна сумка. Я давно, на самом деле, безумно давно смотрю на эту модель. И мне давно нравятся классические монограмм сумки от бренда Louis Vuitton. Кто-то скажет, что это, не знаю, олдскул. Кто-то скажет, что это пережитки прошлого. Но мне кажется, что их вот эти классические большие сумки со временем смотрятся еще более стильно, еще более круто. И это такая, знаете, вечная стильная классика. Особенно, мне кажется, вот эта сумка, которую я вам сейчас покажу, вы поймете, почему я взяла. Потому что она безумно вместительная. Если, опять-таки, речь идет о самолете, о каких-то поездках, аэропорт. В общем, частые передвижения это действительно идеальный вариант. Потому что ни в одну мою сумку практически не влазит мой ноутбук. Еще я очень часто беру косметичку, наушники, различные гаджеты, камеру, звук. И под все это, конечно, нужна отдельная сумка. Поэтому чаще всего я просто летаю с шопперами. Но сейчас у меня есть она. И в лавитоне сумки упаковывают сначала в коробки, потом идет вот такой пыльник. Ай, какая красивая! Вот, у нее такая белая кожаная ручка. И вот это как раз-таки кожа со временем будет темнеть. И в этом и есть весь смысл, друзья. Вот такая модель Noe. Это очень классическая, как мне кажется, и универсальная модель. Она есть в трех размерах. Я взяла в самом большом, потому что средний очень напоминает мне мои существующие сумки от лавитона. Это такая бежевая, с золотым лейблом. И моя нео-ноя, которая черная в коже. Вот эта сумка очень сильно отличается от тех, что у меня есть. И посмотрите, какая она вместительная! Сейчас я ее примерю. Ну, собственно, ноутбук. Все, что хотите. Вся ваша жизнь может влезть в эту сумку. И здесь вот так вот она просто завязывается. То есть у нее нет молнии. И это, знаете, такая сумка из серии как раз-таки вот багажа. То есть у Луэ Витон же, в принципе, изначально позиционировал себя как бренд по созданию чемоданов, багажных вот этих вот сумок. И мне кажется, что это как раз-таки из той истории. Вот. Безумно ей довольна. Это канва. То есть это не кожа. Кожа только здесь внизу, сверху и на ручке. Поэтому, по моему опыту ношения канве Тлэ Витона, не нужно носить это в минус 30. Не нужно это носить в плюс 35. То есть это такой материал, он действительно очень износостойкий, но опять-таки может дать какие-то трещины, если будут сверхпогодные условия, в которых я, надеюсь, не буду находиться. У нас есть еще вот такой конверт. Конечно же, вы знаете мою любовь к парфюмам от этого бренда. К сожалению, его нельзя приобрести ни в каких других магазинах, только в бутиках Луэ Витон. Поэтому мы не ушли без парфюма. Как запечатанно. Мы взяли два парфюма. И начну, наверное, с того, который я вам уже показывала. Ноу Монда. Это классика Луэ Витона. И его даже не было сегодня нигде на стендах. То есть его проверили, он был в наличии, нам его вынесли. Что я могу сказать про этот парфюм? Давайте мы его откроем. Я вам про него уже, собственно, рассказывала. Недавно было видео про мои любимые парфюмы. И вот там я рассказывала, что это запах просто неповторимый. Такого нигде я не встречала. И вы знаете, он у меня ассоциируется, во-первых, с брендом Луэ Витон. Он у меня ассоциируется с каким-то вечером. С такой ноткой роскоши. В общем, если хотите себя порадовать чем-то очень интересным, уникальным, отличающимся от других парфюмов, то это точно он. И второй аромат, который называется Flour de Dessert. Я давно на него смотрела. И в прошлые разы, когда я хотела его приобрести, их не было в наличии. Ни в Германии мы его спрашивали, ни в Италии его не было. И сейчас, когда я вспомнила, что мне очень нравится этот аромат, девушка, которая с нами работала, она сказала, что это ее любимый аромат. Она его обожает. Что он такой, знаете, в меру сильный, в меру вкусный, в меру сладкий. И действительно, в нем очень много вот этих вот ноток. И они все раскрываются в разное время. И аромат получается по восприятию таким, знаете, очень сложным, очень манящим, но при этом очень вкусным. Не знаю, как это объяснить. Давайте я сейчас открою и нанесу его. Вот такой здесь темно-фиолетовый флакон. Боже, он уже мне... Да, очень. То есть это такая, опять-таки, вечерняя история. Но я спокойно могу такое носить и на каждый день. Он мне не кажется тяжелым. Он мне кажется, опять-таки, очень уникальным. Вот я ничего подобного в других брендах не слышала. Поэтому фаворит, который пусть будет, знаете, чтобы не заканчивался никогда. И новая, но уже очень любимая история. В общем, вот такие у нас сегодня были покупки. Я надеюсь, что вам понравилась рубрика Unpacking. И у нас с вами есть еще пакетик Dior. Я хотела себе очки. Изначально я думала о Fendi. Прикрыть здесь картинку, чтобы вы могли их увидеть. Я думаю, что вы их видели у многих модных блогеров, у фэшн-инфюренсеров. Их нигде нету по всей Европе уже практически год. Дальше я думала о тоже не менее популярных селин. Но их тоже сейчас очень-очень много. И их, конечно же, тоже не было в наличии. Я зашла еще в Gucci. В Gucci мне как-то ничего не понравилось. Точнее, были одни очки, которые я померила. Ну, да, ничего, но не вау. И потом мы зашли в Dior. И в Dior я очень хотела эти серьги, которые я вам сейчас покажу. И уже перед оплатой я посмотрела на витрину с очками. Увидела эту модель, которую я до этого нигде не видела. Примерила. Зашла на сайт. Посмотрела, что да, на сайте они в самом начале сейчас находятся. И спросила о их наличии. Девушка сказала, что их взяли буквально сегодня утром. Вот в единственном экземпляре. Они абсолютно новые. И это меня, конечно, очень подкупило. Смотрите, какие они красивые. Лого. Такое очень сдержанное. Без каких-то кричащих моментов. Черное. Я такое обожаю. Универсальное. И очень, мне кажется, стильное. А далее. Также были серьги, как вы уже поняли. Я уже вам это рассказала. И серьги тоже достаточно базовые. Мне очень нравится бижутерия Dior. Такие вот сережки. Давайте сейчас их примерим вам. Мне кажется, что они очень универсальные. И что с платьем, что с футболкой. Абсолютно со всем. Они смотрятся очень хорошо. То есть они акцентные. Потому что, да, они такие достаточно все равно большие. Но не супербольшие. Вот. Надеюсь, что вам видно. Обязательно потом вы их будете видеть в моих других образах. Но мне еще нравится, как они смотрятся вместе с этими очками. Если даже убрать волосы. Вот так. В общем, вот такие покупки. Я безумно довольна. Обязательно пишите, как вам в комментариях. Мы пришли пообедать. Хотя время у нас почти 6. В любимое заведение, которое находится на площади Каталония. Называется Honest Green. Здесь очень крутые завтраки. В прошлый раз мы не брали отель завтрака. Они завтракали каждый день здесь. В этот раз у нас в отеле тоже хорошие завтраки. Поэтому сюда мы пришли на обед. На поздний ланч. Покажу вам атмосферу. Очень стильное заведение. И самое главное, что здесь миллион вариантов различных салатов, полезной и вкусной еды. Посмотрите, какое все свежее. Я заказала себе салат с арбузом и буратой. Такое это полетнее предложение. И, конечно же, не смогла отказать себе в банановом хлебе. Он тоже здесь потрясающий. Скажу вам десерты, как его дойдет. Хочу попробовать еще вот такой вот капкейк. А взяла банана бред. Кстати, браун тоже с хитр. Когда немножечко поживотничали с едой. Но я думаю, что это все божественно вкусно. Потому что посмотрите, какой салат с арбузом. Невероятнейший батат. Вот мой банановый хлеб, кофе и зеленый сок. Такой вот хелси обед. Сейчас в Адидасе я купила себе Газели, которую давно очень хотела. И нашла здесь как раз-таки те самые на высокой платформе и красного цвета. Здесь можно сделать, выбрать шоппер, сделать персонализацию. Собственно, мы сейчас именно этим и занимаемся. Покажу вам, какой шоппер я увезу из Барселоны. Вся аппаратура здесь стоит. Убираете буковки, принты и делаете. Девушки, тоже прикольно получилось. Поели, забежали. Домой переоделись. Я вам показала, что мы еще зашли в Адидас. Я купила себе кеды. А теперь управляемся на прогулку по вечерней Барселоне. Погода здесь в августе, конечно, очень-очень жаркая. Но в любом случае сидеть в номере и не смотреть всю эту красоту просто невозможно. Поэтому мы, так как не смогли купить билет с оградовой фамилией, решили просто хотя бы на нее прогуляться и посмотреть еще раз на нее со стороны. Настроение в Барселоне, конечно, очень расслабленное. Здесь вечерами в этой еде играет музыка. Люди гуляют с животными, с детьми, все с улыбками на лице. Очень приятно не вспомнить время, гулять и просто смотреть на других людей. Небольшое включение из нашей с вами любимой и немного забытой Зары. В общем, друзья, у меня праздник. Было сегодня, знаете, такое настроение. Во-первых, я узнала, что начался этот Меркурий ретроградный. И как-то сразу настроение потупало. Потом я подумала, как будто бы я поправилась. Ну, я пошла в Зару, влезла в 34 размер. И счастливая, довольная надела эти джинсики и поняла, что, слушайте, мне кажется, мы стали забывать, да, про женственность. Все эти оверсайзы. И думаю, что куплю себе на осень, буду носить эти джинсы с казаками, да даже с газелями, со своими новыми красными. Мне кажется, будет здорово. Подчеркиваю, очень красивые силуэты. И вообще джинсы из Зары, мне кажется, одни из лучших. Напишите, кому их не хватает. Сейчас покажу, что я еще взяла. Немного романтики. Такая светлая юбка. Вот такая интересная юбка, тоже синяя. И золотой корсетный топ. Сейчас все покажу. Слушайте, вот такой золотой корсетный топ. Но это S, это самый маленький размер, оказывается. Я думала, есть еще XS. И мне он маловат. Наверное, надо взять M, потому что он из-за того, что он в этой металлизированной обработке, он очень плотно сидит. Вот. Ну, в принципе, возможно, и да. А вот эта блуза мне очень нравится. Действительно такая романтичная. И мне кажется, что с этими джинсами, с казаками, с каблуками, с пальто сверху будет очень красиво. Майки появились. Снова с эффектом вот этой вот вареного хлопка, или как это называется правильно. И с рваным, необработанным бородом. Я взяла себе вот в таком сером цвете. Мне кажется, на загорелой коже будет хорошо. И вот такого формата тоже футболку беру. Тоже очень понравился цвет. Такая она немножко состаренная. Вот эти все винтажные штучки сейчас очень популярны. Поэтому также беру их. Беру джинсы. Беру вот эту молочную юбку. Не стала на мою покажу, потому что она достаточно прозрачная. Ну, точнее, здесь при этом освещение. Вот. Но у нее очень красивые силуэты. И она такого красивого, золотисто-молочного оттенка. Такие вот дела. Так, запоминайте это место. Похоже, по формату, знаете, на пушечную в Питере. Тут вот различные булочные изделия, сдобы, пиццы, десерты. Ну, и здесь вроде как легендарное мороженое. Я взяла, естественно. Ну что, теперь вечерняя прогулка. Мы завтра утром, точнее днем, упс, уезжаем из Барселоны. В сторону Франции. Посмотрим ту как раз-таки часть Испании, которая ближе границы с Францией. Вот. И сейчас гуляем по Барселонетте. Вечером здесь просто прекрасно. Куча людей. Все занимаются спортом. Справа волейбольные площадки, теннисные корты. Слева пляж, люди на сапах. Я сегодня купила этот топ в другой заре. Не в той, в которой я была, в примерочную. Потом я зашла в соседнюю, потому что здесь Zara, каждый, мне кажется, 50 метров. И взяла себе вот такой топ. Стоил, по-моему, 25 или 29 евро. И я люблю такие, знаете, светлые корсетные изделия, воздушные. Они классно смотрятся в кадре, на фото, на видео. И решила уже сегодня это выгуливать. Смотрите, как красиво на закате здесь. Субтитры сделал DimaTorzok